А сейчас это все по-другому, потому что каждый человек есть индивидуальность с таким огромным количеством бессвязанных между собой систем. То есть одни смотрят тикток, одни инстаграм, одни читают книжки, одни слушают музыку. Кто-то в игры играет, кто-то не играет, кто-то принимает алкоголь, кто-то наркотики, кто-то спортом занимается, кто-то катастрофически, категорически против. Есть за здоровый образ жизни, есть против. Кто-то хочет детей, кто-то не хочет. И общество, оно стало рассеиваться. То есть люди обычно вокруг чего-то, они собираются. А сейчас вокруг чего-то собраться невозможно. Поэтому лучше жить с одним уже найденным, с понятным, с предсказуемым, чем уйти, прыгнуть. Но опять-таки, есть еще такое понятие, которое называется мучение. Я когда-то говорил, лучше жить в душевные мучения. Душевные. Душевные мучения это мучения, которые не связаны с тем, есть секс или нет, зарабатывает или не зарабатывает. Душевные мучения это когда мучает душевно. То есть пилит, постоянно оскверняет, постоянно говорит, там толстая, страшная, воняет. Там ты какашка, ненавижу, ты никакая, бревно и так далее. Вот это все, это осквернение женщины или осквернение мужчины, когда женщина или мужчина проявляет претензии. Если это происходит очень долго, то это говорит о том, что вы живете с психически нездоровым человеком.